На створку весом до 120 кг должны быть установлены 3 петли. Убедитесь, что створка правильно располагается в раме, при необходимости зафиксируйте ее. Верхняя петля должна быть расположена в 150 мм от верха створки. Нижняя петля должна быть расположена в 150 мм от низа створки. Отметьте позицию петлей от центра створочной части петли до верха створки. Приложите шаблон на позицию петли. Убедитесь, что центр створочной части шаблона совпадает с отметкой центра створочной части петли. Просверлите через шаблон отверстия в раме под направляющие штифты для равной пластины петли. По 2 отверстия на каждую петлю. Всего в равной части шаблона 4 отверстия под направляющие штифты. Но каждый раз используются только 2 отверстия, по одному в каждой паре. Убедитесь, что используете 2 правильных отверстия для каждой пластины петли. Сверлить необходимо нижние отверстия в каждой паре. Просверлите через шаблон отверстия в створке для саморезов и штифтов для створочной части петли. На створке необходимо просверлить 4 отверстия для саморезов и 2 для направляющих штифта. Не сверлите 2 отверстия вблизи края створки. Используйте длинное сверло. Для направляющих штифтов используйте сверло 5,5 мм, а для саморезов 3 мм. Убедитесь, что просверлили армированное усиление внутри профиля. FabenFix рекомендует использовать саморезы М6 на 61 мм для рамной части петли и М6 на 42 мм для створочной части петли. Оба типа саморезов доступны у FabenFix. При использовании таких утолщенных саморезов рассверлите отверстие сверлом 5,5 мм. Приложите рамную пластину петли к отмеченной позиции на раме, так, чтобы направляющие штифты вошли в ранее просверленные направляющие отверстия. Убедитесь, что рамная пластина петли располагается правильно. Буква Т направлена к верху двери. Используйте 3 самореза для крепления рамной пластины петли. Используйте сверло 5,5 мм, чтобы просверлить отверстие под саморезы. Сначала вверните центральный саморез для сбежания продавливания профиля. Затем вверните 2 оставшихся самореза. Убедитесь, что саморезы надежно закреплены в армированном усилении внутри профиля. Насадите рамную часть петли поверх рамной пластины. Зафиксируйте рамную часть петли на пластине, повернув фиксатор. Вдавите створочную часть петли на свою позицию в рамной части петли. Проденьте штифт сквозь рамную и створочную части петли. При установлении штифта убедитесь в правильном прижиме. Метка на головке штифта образно соответствует одному часу на циферблате часов. Привинтите створочную часть петли к створке. Начните с центрального винта и продолжайте в диагональном порядке. Мы рекомендуем использовать саморезы М6х61 мм для крепления на створку и М6х41 мм для рамы. Оба типа саморезов доступны у FabenFix. Четыре самореза, расположенных дальше от края створки, должны быть надежно закреплены в армированном усилении профиля. Два самореза, расположенных рядом с краем створки, закрепляются только в пластик, поэтому используются саморезы поменьше, обычно М5х16 или 19 мм. Установите декоративную накладку поверх створочной части петли. Откройте дверь и вверните винт, фиксирующий накладку створочной части петли. Винт закреплен с обратной стороны накладки. Установите декоративную накладку поверх створочной части петли После установки всех трех петлей убедитесь, что створка установлена в раме правильно Чтобы проверить горизонтальность позиции створки в раме, измерьте расстояние от внешнего края створки до внешнего края рамы справа и с левой стороны от створки При необходимости отрегулируйте горизонт створки при помощи шестигранника, который вставляется в винт на краю створочной части петли Чтобы проверить правильное вертикальное расположение створки в раме, измерьте расстояние от внешнего края створки до внешнего края рамы сверху и снизу створки Для регулировки по высоте поверните блокиратор, тем самым освободив штифт При необходимости отрегулируйте вертикаль створки при помощи шестигранника, поднимая или опуская петлю на винте, который расположен внизу штифта Проверьте прижим по всему периметру петли для надежной защиты от непогоды Чтобы изменить прижим, освободите штифт путем откручивания фиксирующего винта, затем вращайте штифт до достижения желаемого прижима Продолжение следует...